Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я хочу вам рассказать об игре Bounty Train, которая недавно, месяца два назад вышла, а до этого была долгое время в раннем доступе. Игра про поезда и паровозы. Не скажу, что я такой фанат паровозиков и вагончиков, как Шелдон из Теории Большого Взрыва, но, признаюсь, люблю. Люблю бывать на вокзалах, смотреть на электрички и играть в игры про паровозы, если они ещё при этом и хорошо сделаны. Так, недавно я делал для вас обзор на игру Train Fever, один из вариантов транспорт-тайкуна. Bounty Train — это не совсем тайкун, хотя тут есть экономическая составляющая. И лично я, играя в эту занимательную вещь до релиза, думал, что это будет такой аналог космических рейнджеров, только не в космосе, а в Соединённых Штатах Америки, времён Гражданской войны и с поездами. К сожалению, не получилось, хотя, по-моему, для этого все возможности были, и если бы разработчики хотели, они могли бы сделать действительно классную игру. Небольшое отступление. Несмотря на то, что на сайте разработчиков написано, что они из Канады, на самом деле это наши соотечественники. И очень жаль, что они не выбрали тему Гражданской войны в Российской империи. Вот представьте, было бы всё то же самое, только карта Российской империи времён Гражданской войны, всякие Петьки, Василий Ивановича Чапаевы, Деникин, Врангель, там ещё и поляки наступают, да и немцы недобитые ещё не сдались. По-моему, вообще нет ни одной вменяемой игры на тему Гражданской войны в Российской империи. Зато на тему Гражданской войны в США немерено и ещё чуть больше. Но тут давайте будем честны, просто американский игровой рынок более выгоден, ориентироваться на него экономически более выгодно. Я посмотрел статистику по продажам Bounty Train, практически половина игроков именно из США. И ой, не факт, что игра продалась бы таким же тиражом, если бы она была про революцию в Российской империи. Хотя, повторюсь, вдруг кто-нибудь из разработчиков других игр меня услышит, было бы очень интересно поиграть в подобную историческую игру. Пару слов о том, что вам надо в этой игре делать. Вам выдаётся поезд. Да, тут два режима, компания и песочница. Собственно, разница в них только в том, что в компании есть сюжет, и изначально многие пути закрыты. А песочница открыта всё, просто езди и зарабатывай деньги. Вам надаётся паровоз с одним вагоном, с помощью которого вы должны зарабатывать деньги, перевозя товары из одного города в другой. Ну и плюс ещё выполняя всякие квесты, которые тоже, собственно, завязаны больше на этих товарах. При этом на вас могут нападать всякие бандиты во время пути. Вы будете от них отбиваться. Отбиваться не так-то просто не потому, что они классно стреляют, а потому что вам надо и везти поезд, и подкидывать уголь в топку, и не давать отцепить вам вагоны. То есть, в принципе, на словах всё это звучит интересно. И я не зря проводил аналоги с космическими рейнджерами. Это вот примерно то же самое, как вы летали между планетами в космических рейнджерах, и на одной планете покупали медикаменты, на других планетах их продавали, потом покупали новое усовершенствование для своего корабля. Здесь вы тоже покупаете лучшие паровозы, больше вагонов, более вместительные. При этом вам надо не бездумно всё более лучше покупать, а соображать, что более вместительный вагон означает и большую тягу для поезда. И поезд может просто не потянуть полностью загруженный вагон. Вы переводите не только товары, но и пассажиров. Есть вагоны для вашей команды, в которой будут ваши подручные головорезы сидеть, чтобы не только вам приходилось стрелять по бандитам. Более того, тут есть элементы ролевой игры. Как в космических рейнджерах вы прокачивали своего персонажа, так и здесь вы прокачиваете своих подручных. Они начинают лучше стрелять, или быстрее ремонтировать поезд во время движения, и так далее, и тому подобное. В общем, в принципе, повторюсь, вот звучит всё это очень интересно. Но реализация, к сожалению, подкачала. Игра просто через некоторое время становится монотонной и, по-моему, скучной. Вот поясню на примере тех же товаров. Дело в том, что разработчики, видимо, забыли об атмосфере и полагаются только на цифры. То есть они считают, что игрок будет радостно возить сталь из одного города в другой, просто потому что ему дадут больше денег. Вспомните, как это реализовано в рейнджерах. Вы прибывали на планету и читали в новостях, что где-то произошёл бум продовольствия, а на другой планете, наоборот, какая-то инопланетная саранча еду пожрала, и вот там цены на продовольствие выросли. То есть вам не просто показывали цифры, а вы ощущали, что в этой игре жизнь имеется, что кроме вас в игре ещё что-то происходит, в ней интересно находиться. И вы не просто везли еду на другую планету, но помогали этой планете не голодать. То есть, хоть это никак и не отражалось, но для вашего внутреннего удовлетворения это было классно. Здесь мы просто сравниваем цифры. Получаем прибыль, а удовлетворение, где азарт, вот от игры самой. То же самое касается вашего персонажа. Да, мы в космических рейнджерах прокачивали своего пилота, но у вас была целая таблица соперников. Вы не единственный рейнджер были в игре. Тут полное ощущение, что вы единственный паровоз на всю эту карту. Потому что других паровозов просто не видно, их не показывают, хотя почему бы и не сделать такую анимацию. Вы один ездите по этим рельсам, и духа соперничества просто нету. Зачем вы прокачиваете свою персону? Ну да, чтобы было полегче. Но вы играете сам с собой, получается. При этом, вообще-то, в баунти-трейн идет гражданская война между севером и югом. И вроде, как нам это показывают, там меняется линия фронта, города переходят из рук в руки. Но при этом вы можете совершенно спокойно из города северян в город южан ехать на поезде с большим количеством оружия, и вас никто не остановит, не начнут выяснять вашу личность. Там даже хотя бы просто спросить, парень, а ты за кого? За северян или за южан? Почему это не воплотить в системе игры, чтобы это как-то повлияло на прохождение? Нет, там есть такие возможности напасть на стоянку армии. Одну из... Но это ваш выбор, на самом деле. Это никак не исходит из логики событий в игре. При этом игра частенько наказывает игрока очень сурово, не за ошибки, вот я лучше это так назову. Как я и говорил, на вас частенько нападают бандиты. Не всегда от них имеет смысл отбиваться. Хотелось бы просто откупиться. Они там, например, говорят, гони столько-то денег. Но очень часто нападения бандитов случаются именно тогда, когда у вас нет денег. Такое ощущение, что игра за этим внимательно следит. То есть вы там накопили сколько-то тысяч, и на вас бандиты все не нападают, не нападают, не нападают, не нападают. Думаете, ну окей, видимо, эта местность зачищена, тут уже нападений не будет. Покупаете новые вагоны, новый поезд там, вкладываете в ремонт поезда. Да, тут, кстати, он ломается, это все за всем надо следить. И, естественно, когда вы едете с последней сотней в кармане, происходит нападение бандитов. Один вагон они у вас тырят, еще один в одном вагоне половина товара сжигают, убивают какого-то одного из подручных. И это настолько бесит. Казалось бы, вы получили ущерб примерно столько же, сколько они хотели бы выкупа. Вот если бы вы эти деньги им дали в качестве выкупа, это не так бы раздражало, как вот эти нападения, когда денег нет. И вообще, кстати, странно, почему мы должны управлять только одним поездом. По идее, мы создаем такую транспортную компанию, но перевозим все это одним поездом. Я не говорю, что... Ну, тут есть, я понимаю, систему игры, то есть мы должны этим поездом управлять. В этом есть дополнительная ролевая система, но почему бы не дать возможность там покупать какие-то отдельные поезда, и они там будут перевозить товары без нашего участия в автоматическом режиме. Это что-то, опять же, из тех же космических рейнджеров, когда, помните, мы на планетах запускали зонды, чтобы они находили какие-то вещи там отдельно. При этом мы бы продолжали управлять одним поездом. Развитие самого поезда, повторюсь, конечно, классно. Тут много поездов, но, опять, неудобно в самом городе. Вы прибываете в город, вам надо на отдельный экран, потом проматывать эти вагоны, которые там есть. Более того, вы не можете свериться с теми вагонами, которые есть в других городах. Я помню, копил на какой-то вагон, мне очень хотелось его купить. Он был только в одном городе. Как только я накопил денег, приезжая, там этого вагона уже нет. Это вот так раздражает, при том, что задания, большинство заданий, ну, вида Почта России, то есть отвези кого-то туда-то за малое количество времени, так вот эти большинство заданий очень сильно зависят от времени, и вы просто не успеваете их выполнить, вот из-за таких косяков. А невыполнение задания снижает репутацию в городе, откуда было задание, и таким образом вы не можете дальше развиваться. То есть ваше развитие замедляется, вы начинаете выполнять рутинные другие задания, чтобы поднять эту репутацию, и это все очень сильно понижает интерес к игре. Действительно, то есть она начинает казаться какой-то работой. Кто, блин, будет играть в игру, если это работа? При этом вот нет ощущения, что разработчики халтурили. У них, например, неплохая ролевая система для каждого персонажа. Каждое оружие обладает несколькими параметрами, а не только уроном. С другой стороны, вот эти несколько параметров нафиг не нужны, потому что тут важен только урон. По идее, можно было бы выбирать, какой из них самый мощный, какой самый скорострельный, какой более точный. Нет, в итоге лучше брать просто самым высоким уроном. Но опять же, с другой стороны, из поезда надо не только стрелять, вы его должны заправлять углем, должны ремонтировать прямо на ходу, что там происходит. То есть управлять юнитами, как в какой-нибудь изометрической РПГ. Это действительно интересно. Но сами бои очень часто просто происходят нечестно. Особенно в начале игры на вас нападают банды слишком более сильные, чем вы. У вас обязательно сопрут вагон, весь товар, и опять это рутинная перевозка грузов. Такое ощущение, что разработчики почему-то решили, что у них игра слишком легкая. Поверьте, единственное, что может быть хуже слишком легкой игры, это слишком сложная игра. Причем сложная не потому, что вас компьютер обыгрывает стратегически, а просто потому, что у него больше читов, чем у вас. Игрок должен побеждать, это нормально. В принципе, вывезет игра, по-моему, неплохо, красочно. Звуковое оформление тоже не подкачало. Но рекомендовать эту игру вам я не могу никак. Это просто какая-то железнодорожная рутина. Единственное, как мне кажется, для кого эта игра будет офигенна, это начинающим игроманам лет 9-13, чтобы познакомиться с основами товарно-денежных отношений в игровой форме. Ну и полюбить поезда. Очень жаль. Вот действительно, у игры есть все задатки стать таким вот аналогом космических рейнджеров. Еще раз повторюсь, в мире поездов. Она очень долго была в раннем доступе, там, по-моему, с 2015 года. В ней много интересных идей, в принципе. Но в итоге имеем, скорее, рутинный симулятор перевозки товаров на фоне гражданской войны в США. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры. Ну и раз досмотрели до конца, то не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Всем пока!